всем привет с вами прыгун и мы продолжаем играть в игру альфа полярис ужас в альдах итак в прошлой серии мы выследили раненую медведицу застрелили ее а также получили от нолы все время забываю как их звать получили от нолы небольшую разгадку по символам которые имеются на костях например вот эти символы расшифровываются как хорошая охота на западных равнинах хорошая рыбалка в море за двумя горами эскимосы говорящие с призрачными полярными сияниями т-образные символы вероятно обозначают предков перевернутые символы нерожденных детей в общем пока не понятно как нам все это расшифровать дело в том что допустим при нажатии на эту область всей этой шкуры у нас появляется окошко в которое мы должны ввести правильный ответ что обозначает символ сверху он такой как 3 загогулины каких-то да допустим вот мы открываем ну какой он похож три загогулины такие ветвистые три ветвистые загогулины на что оно похоже что-то я тут ничего не вижу т-образные символы вероятно обозначают предков перевернутые символы нерожденных детей вот такие три штуки там да пока 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 тупиковая ситуация давайте попробуем с телом поговорить опять про его прошлое я слышал ты уже давно работаешь в арктике слишком давно мой друг слишком давно я видел тут уже всех возможных тварей и самых разных людей чем собираешься заниматься над чем ты сейчас работаешь тебе что нибудь говори словосочетание телурические токи нам нужно с этим поторопиться сын боба вовсе не отличается терпением понятно ничего нового ты нам так и не поедал станцию мы уже смотрели план станции ладно может быть может быть нам еще раз надо поговорить с новой нового по моему ее зовут ой нет я не хочу на улицу ё-моё иди обратно но у нас на кухне будет добрый день опять про прошлое у меня с самого начала было ощущение не а ты была бы самый наверно мы уже прорабатывали эти диалоги зачем зачем нам это все еще раз тут мы ничего не можем больше взять так у нас в сумке что есть у нас есть ошейник подключенный к компьютеру вообще им он собирается воспользоваться на следующий день значит нам что нам больше ничего не остается кроме как попробовать все-таки разобраться с этим куском шкуры с символами в нашей комнате не взять ничего не можем кровать в кровати он ложиться не хочет так ты хоть бы прибрался в своей комнате какая-то грязная одежда раскидана везде ладно идем в лабораторию в подвале мы ничего не можем взять нет сейчас он тут ничего не хочет брать анодный протектор закреплен ладно идем наверх в лабораторию продолжаем ломать мозги декоменты нам не помогут иди сюда давайте смотреть у нас тут второй символ в рамке третий первый первый символ это три символа обведены рамкой они явно имеют какое-то особое значение давай второй символ посмотрим эти три символа обведены рамкой это все то же самое предки нет так сейчас секунду да все выходи выходи то есть совсем не надо выходить так блокнот вот у нас вот эти вот там символы по моему изображены хотя один вот этот хорошая охота на западных равнинах эскимосы говорящие с призрачными полярными сияниями хорошая рыбалка в море за двумя горами хорошая рыбалка в море за двумя горами хорошая охота вот это или это означает это означает на западных равнинах на западных а тут у нас этот символ словно как перевернут то есть типа наоборот допустим если это не запад может быть тогда восток а солнце встает на востоке видимо это означает восток хорошо так дальше вот эти вот три три таких символа это т-образные символы правильно означают предков перевернутые символы нерожденных детей народ эскимосов обладает сильным духом и сильным разумом это показывает и символ означающий эскимосов дух эскимоса стремится к небу чтобы когда-нибудь воссоединиться с предками то есть это либо означает предков либо эскимос эскимосы предки предки нет эскимосы нет народ племя так три человека фигурки обозначает какое-то сообщество племя или клан значит получается восток племя а этот символ там такая гора с четырьмя крестами тихо говорящий с призрачными полярными сияниями подождите полярные сияния может быть это означает сияние нет полярные сияния нет может северное сияние нет блин не могу понять два символа с вами разгадали эскимосы говорящие с призрачными полярными сияниями т-образные символы вероятно обозначают предков перевернутые символы нерожденных детей так 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 сик поймешь из этих пояснений ничего не понятно остров подойдет но гора в море остров фига себе есть восток остров племя а рамка это что-то вроде подписи так эти символы принадлежат жестокому племени которое жило здесь до инуитов прямо как в мифах видимо они пришли сюда тысячи лет назад с острова уэбба это к востоку отсюда так ну и что нам все это дает поговорим с Эллом мне нужен грузовик нужно перевезти труп да да но только не сегодня скоро стемнеет ты уже забыл что известная юная дама ждет свою помбу Аляску сейчас? мне кажется сейчас я слишком не в себе напротив тебе это пойдет на пользу это позволит тебе отлечься от дурных мыслей а что это вообще такое бомба Аляска? мороженое с замороженными ягодами? о боже слушай меня причем внимательно бомба Аляска это куда больше чем просто десерт это блюдо уходит своими корнями во времена французской аристократии приготовить хорошую бомбу Аляску непросто тебе понадобятся паяльная лампа и часы чтобы точно отслеживать время к счастью для тебя ты говоришь с известным экспертом в этой области доказательством чему служит моя идеальная фигура я запишу тебе рецепт ах да и вот еще что не надо верить всему что Тули говорит про Нову этот Казанова неудачник просто ревнует такую женщину найти не просто поверь мне я ее давно знаю что за Тони Юки символы на шкуре указывают на древнее племя Тони Юков историки считают что это всего лишь легенда надо же кто бы мог подумать в мире осталось еще немало тайн так ну так а что ты нам рецепт подал нет бомба Аляски рецепт десерта бомба для Аляска ингредиенты бисквитный корж мороженое безе бренди выложить мороженое в миску сверху накрыть коржом перевернуть покрыть сверху безе непосредственно перед подачей полить сверху бренди и поджечь где мы это все можем раздобыть там у нас вроде продуктовый склад в подвале давайте посмотрим кленовый сироп так он его берет порошок безе так отойди в сторону что еще бисквитный корж отлично так ящик с мороженым ящик пуст но к нему приклеена маленькая записка не трогать почему на этикетке написано лучшее мороженое в мире приготовленное традиционным методом смешивания с сухим льдом состав глюкозно-фруктозный сироп сахар жирные сливки сухой лед это вообще-то это вообще что такое твердый углекислый газ подожди углекислотный огнетушитель это у вас интересно отлично так этот ящик мы не сможем ножом вскрыть нет интересно посмотрим мороженое приготовить с помощью углекислотного огнетушителя да круто что может быть лучше пойдемте тогда на кухню и попробуем что-нибудь сотворить только вот часов у нас нет вот в чем проблема новой здесь уже нет так теперь ты можешь готовить подождите что у нас там было бисквитный корж мороженое безе нам нужно приготовить мороженое блин а что туда входило туда входила глюкоза да жирные сливки и сахар что-то вроде такого так сахар молоко молоко наверное не нужно отойди в сторонку а ты сразу закрываешь сахар что еще что еще нам может пригодиться так так давай нальем сливки сахар и что тогда кленовый сироп и все заморозим отлично миска продолжать готовить так что у нас там еще было у нас было бисквитный корж потом мороженое идет или это не обязательно в таком порядке готовить не знаю использовать бисквитный корж так во перевернуть есть вот так оно все верно да бисквитный корж мороженое потом безе и бренди порошок безе использовать порошок безе и тарелка сначала нужно смешать его с водой смешаем хорошо на торт у нас бренди нету у нас есть апсент что еще бисквитный корж у нас есть аппетитный корж забираем готово у нас видос во ого да здесь уютно Что скажешь? Божественно! С фламбированием ты справился отлично! Правда? Да! Такую бомбу-аляску я не ела с самого Анкориджа! Попробуем! Это... Кошмар какой-то! Извини! Вкусно! Изумительно! То есть я получаю хорошую оценку? Пять с плюсом! Ура! Эта бомба-аляска-аля-Норвегия просто чудо! Чудом скорее следует считать возможность свидания посреди Гренландии! Это не совсем так! Здесь женщины просто в отчаянии! Итак, большое спасибо! Не думаю, что ты так легко отделаешься! Я ожидаю от тебя ответного угощения! Скажем, следующее воскресенье! Могу сделать тебе эскимоское мороженое! Не уверен, стоит ли мне знать, что туда кладут! Ещё как стоит! Это называется окутук! Ягоды, оленьий жир и тюленьий жир! Раньше часто также добавляли жир упитанных норвежских исследователей! Какая жалость, что нас остались только тощие! Может быть, если я немного прибавлю в весе, ты внезапно согласишься со мной встречаться? Может быть! Но сначала я хочу узнать одну вещь! А почему ты вообще хочешь со мной встречаться? Ну, ты просто именно такая, какой я себе представлял идеальную девушку! Давай расскажем ей про уникальность! Ты тащишься от древних жуков, и тебя зовут Нова! У тебя, похоже, не часто свидания бывают! Блин, откуда ж мы знали, что... Он... Что это? ...скажет ей про жуков! Похоже на вертолёт! Эй, вот так! Там сзади зонт лежит! Выгружайте его! А вы знаете, Ваше Величество, что я тут вообще-то типа спал? А мне это параллельно! Выгружайте и побыстрее! Где Шауна? Эллер-младший? Да! Отлично! Его-то нам и не хватало, да? Ну, с тобой всё в порядке? На базе в Туле весь день пытаются связаться с вами! У нас всё хорошо! Отец очень беспокоился! Вообще-то я немного занята, Алистер! А вы кто такой? Руна Кнутсен, исследователь из Норвегии. Я разговаривал с вашим отцом. А, это вы за медведями бегаете? Я прилетел, чтобы взглянуть на вашу находку. Нова, покажи мне лабораторию. Так, и что нам делать? Черт! Пошли в гостиную тогда. Ну, не в гостиную, а... В лабораторию за ними. Так. Что это такое? Нефтяной зонт. Не имею особого желания таскать эту штуку с собой без особой причины. Да это и не по нашему профилю. Инструмент. Так, ну и... То есть базовые пробы вы еще не взяли? Вы же знаете, что нам нужен полный комплект Шауман. У меня пока не было времени. Где эта ваша находка? Недалеко от нижних вешек. Я завтра же отправлюсь туда сам. Спокойной ночи. Все свободны. Ну и что нам тогда, идти спать? Или с ним... Завтра утром мне нужны результаты ваших исследований. Нам нужно знать, чем вы тут занимаетесь. Да пошел ты. Подозрительный тип. Пошли тоже спать. Можно сказать, что эта серия прошла куда более плодотворно, чем предыдущие. Все-таки мы побывали на свидании с новой. Нам получилось ей угодить. Ей очень понравился наш торт. Ложись спать. А, им нужно еще что-то сделать. Я не знаю, что тогда. Поговорить с новой. Может, пожелать ей спокойной ночи? Нова, ты там? Эта-то, это... Куда все ушли? Эл! Зачем этот Алистер приперся? Раскомандовался здесь? Странно, куда все смылись? Интересно, что же нам еще нужно сделать, чтобы улечься спать? Хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм. Ммм... Не знаю, не знаю. Давайте по-быстрому переместимся в лабораторию. Может быть, что-то сделать со шкурой? Третье племя. Второй остров. Первый символ Восток. Тут тоже два символа. Наверное, нам их тоже предстоит еще разгадать. Может быть, нам... Да, нет. Компьютер нам понадобится на следующий день. Похоже, что нам здесь особо и нечего делать. Так, карта ледника. Это мы. Полярис. Дальше. Шауман 1. Тестовая скважина 1. Шауман 2. Тестовая скважина 2. Вчерашняя нефтяная находка. Минутку. Координаты медведицы практически совпадают с координатами расселены, которую нашел Эл. Тут должна быть какая-то связь. Нужно будет завтра туда отправиться. Хорошо. Так, пошли тогда спать. На улицу не надо. Теперь-то мы, наверное, сможем лечь спать. Так, вроде бы есть. Отлично. Так, что происходит? Очередная неспокойная ночка. Отлично. Нормально. Обалдеть. Ё-моё, Нова, что с тобой? Охренеть. Это был сон? Это всего лишь сон. Фу. Толи. Итак, на этом мы заканчиваем серию. Продолжать будем разбираться уже в следующей. Какие-то непонятные события здесь происходят. Мы слышали какой-то шум. То ли выстрел, то ли что это было. И в следующей серии уже будем смотреть, что этой ночью тут стряслось. Так что всем, кто смотрел, большое спасибо. Если понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь. Не понравилось, ставьте дизлайки. Пишите комментарии. Ну и всем спасибо за внимание. Пока. До следующей серии.